Всем привет! Вы на канале Сестры Церкви Илья Света. А меня зовут Кристина. Мы вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Идем дальше. Девчата, мы тут немножко в Тойкома-Айоне. Мы приезжали по делам. Налоговую тут, ну, всякие, обучим моменты. Ну, у вас же дел было. И сейчас потихонечку поедем домой. Да, поедем на работу. Ой, домой. Ну, дом какая вот. Поедем на работу. Мы хотели показать вам, как сюда этот райочек, где девятиэтажки есть. Потому что нам продолжают писать, где это вы живете, что это за деревня. Да, тут большая дорога. Слышите, сколько машин перебивает. У меня после аквапарка боятся ягодичные мышцы. Потому что я в бассейне все время поднимала пресс, приседала. Понятно, что там легкие упражнения, ну, столько часов подряд. И плюс мы скакали по этим горкам, как кони. По всем, по всем. Поэтому я не знаю, от чего именно ягодица болит. Может быть, когда там на горке подпрыгиваешь вот так вот. И приземляешься, может быть, тоже. Угу. Да, сейчас мы пойдем на работу. Мы приедем в другой райончик. И там менее шумно. Мы там поотвечаем на вопросики. Да, тут очень шумно. Давай повернемся. Подгород немножко покажет. Не знаю, видно там, не видно. Вот там большая улица Красная. В этом районе много девятиэтажек, пятиэтажек. Много школ. Школы здесь крупные. Но школы есть во всех районах. И детские сады. Да, я имею в виду, мы в центре вам показываем все время школы. Такие старинные. Старинного образца. Старых зданий, которым там по сто лет купеческие здания. А здесь они обычные, нового образца, новой постройки. Это к тем девочкам, кто спрашивал, где приезжать, если жить, есть ли школы и детские сады. Всего полны-полно. И в старом городе тоже. Да, да, да. И в старом тоже. Да, их везде полно. Ну, мы поехали, девчат. Поехали в наш район. На завтрак мы едим овощи тушеные и по отварному яйцу со Светланы. В обед мы со Светланой едим смесь овощей. Также по голени куриной запеченной в духовке. А на десерт у нас будет по банану. Кушать с Кристиной будем зеленым боевым, щавелем и с картошкой и яйцом. Девочки, ну все, мы уже в Вороненьком в нашем парке. Уже так жарко все печет. Нашли один тенек. И в этом тенке кусаются комары. У тебя комары? А вот у нас уже два комара. Ну, чата, вопросик такой. Девочки, здравствуйте. А когда закрытие сезона в аквапарке? Октябрь уже не работает? Девочки, там уже в сентябре не работает. Только по конец августа и все. Ну да, он работает только летом. Другое время на улице уже будет прохладненько. Ну пойдем. Слушайте, очень много. Пойдем, пойдем. Так, дальше, следующий вопрос. Сейчас, секунду. Добрый день, я хочу на марафон. Как добавиться? Девчата, мы всегда очень просим услышать информацию внимательно. Девчата, марафон еще не начался с 4 сентября. Ну, где-то с первого я начну группу делать. Третьего на чем добавлять или четвертого? Не раньше. Группу WhatsApp. В ролике выложим номер мой телефона. Только ее телефона? Да, куда мне писать, чтобы я вас добавила. Девчата, если вы будете писать мне, вас никто никуда не добавит. Я ей даже перекидывать номер не буду. Я выложу свой телефон либо конец августа, прям совсем конец августа, либо начало сентября. А лучше выложить за один день до самого марафона. Да, может, 3 сентября и выложу телефон. Блин, как же печет. Ужас. Наверное, плюс 40. Ну, мы сейчас в центре посмотрим, сколько на солнце. Кепочку бы. Да. Дальше. А, такой был вопрос, девочка задает. Девчата, сейчас лето много фруктов и ягод. Как их есть и сколько по весу их есть? И одна, другая девочка тоже на эту тему вопрос задает. Девчата, а дыню вы знаете, что нельзя есть сразу после еды и во второй половине дня? Давай мы с дыни начнем. Давай. Я знаю, что в первой половине дня это уже немного там сахара. Ну, я ем в любое время. И до еды, и после, и за место еды, и по всякому ем. А ты как ешь? Я дыню ем после еды. Я вообще недавно только узнала, хотя мы два года этим занимаемся, недавно узнала, может, месяц назад. Ой, ну не месяц назад, может, полгода назад или год. И не слежу за, когда я узнала эту информацию. Ну, да. Вот. Что прямо нельзя после еды, потому что что-то она тяжелая или что-то такое, с желудком там будут проблемы. Всю жизнь ели, как на десерт эту дыню. Ну, да. Я недавно только узнала, что ее нельзя целиком съесть, потому что она сильно калорийная. И много сахара. Ты имеешь в виду больших количествах, да? Мы райская лупы. Девочки, ну все же знают. Ты скажи это. Летом вот купили две-три дыни на семью, и все съели сразу же. Ну, на большую семью. Да. Так одну дыню. Или большой арбуз. Зяли, сидели, и четвером съели весь этот арбуз. Ну, да. Получается целая четвертина. Если 10-килограммовый арбуз, то мякоти у каждого минимум по килограмму. Мякоти. И все прекрасно ели всегда так. Ну, девчата, ну вот если честно, кто так ест всей семьей целый арбуз, напишите, пожалуйста, в комментарии. Просто сейчас уже давным-давно пишут, надо есть одну дольку арбуза. Кто может на одной дольке арбуза остановиться? Вот на самом деле. Ну, может, кто может, кто не в наших рядах. Ну, они вряд ли наши ролики смотрят. Ну, да. Кого эта проблема не интересует, навряд ли они смотрят вообще наши ролики. Навряд ли они вообще склонны к полноте. Те, которые едят вот так вот, или как птичка, они обычно не страдают ни ожирением, ничем. Вот, про другие ягоды. И арбузы, дыни. Все говорят во второй половине дня нельзя есть, потому что потом бегать в туалет будешь всю ночь. Они же мочегонные. Ну, и вообще из-за похудения, что вечером, ну, то, что сахар, мы уже говорили об этом, много очень сахара в этих продуктах. Ягоды. Ягоды тоже, тоже самая история. Все фрукты, ягоды нельзя после обеда как будто бы есть. Но наступает лето. Зато сколько витамин хоть летом, знаете, восполнить. Эти нехватку витамин. Наступает лето, и все равно съедят. Я лучше восполнять буду витамины, чем... Все равно съедят, когда хотят. Тут уже, главное, хотя бы не ведрами есть. Да ведрами иногда и не хочется. Я не знаю, что я черешни могла очень много съесть. А сейчас, не знаю, то у меня зубы начинают, оскома какая-то появляться. Я больше тарелочки не могу съесть глубокой. Супницы. А то бы ведро бы можно было съесть. А я буду спокойно половинку могу съесть. Ну, четвертинку точно. Иногда половинку съею, а ничего не ела, как я буду. Ну да, такие, я не знаю, вот эти вот цаки. Клубнику, вишню. Клубника сейчас тоже кислая, мне тоже начинает то удобно. Клубнику, вишню, мне вообще никогда не хотелось много есть. Даже желание не было и много есть. Абрикосы, ну тоже, штук, ну, жеоделы, абрикосы, штук пять-семь съешь и потом тоже уже наелся. Ну, так же персик, нектарин, ты один-два, максимум два. Вроде бы ты удовлетворился. Поэтому, это мне кажется, не службы переесть. Тут вроде и так и такой, как сказать, жерун, как говорится. Ну, может быть, и диетологи бы сказали, на полу-пиасика там съесть. Может, теперь наоборот назад пойдем? Пошли. А я думала, в парк пойдем. Тут хоть тенек. Ну ладно. А что-то в парке там нету тенька. Ну ладно, пошли. Надеюсь, на нас дрель не упадет, на систему. Да. Помнишь, ты, который с дрель? Он так нагнулся, что уже переваливается голова. Ну, он сейчас, наверное, не первый раз так делает. Надеюсь. Именно бац такой. Именно нам повезет. На руке его хватаешь. Именно нам так повезет, да? Главное, спасай, лови его. Хорошо? Все, мягенькая подушечка. Да, да. Так, следующий вопрос. Добрый день, наши красавицы. Я вас смотрю каждый день. Вы просто супер. Кристина, вопрос тебе. У тебя вообще бывает плохое настроение? Ты всегда такая бодрая, активная, позитивная. Бывает. Девочки, бывает. Ну, редко, но бывает. У меня быстро характер... Ой, характер. У меня быстро переключается с темы на тему. Вот у меня сильно плохое настроение. Я сильно что-то разозлилась. Могу даже поругаться с кем-то. Но у меня очень быстро проходит это. И настроение быстро улучшается. Ну, как говорят, отходчивый человек, да? Ну, да. И у него тоже так же. Быстро настроение улучшается. Нету долго там что-то обижаться, не разговаривать. Наоборот, мы не любим долго начинать что-то замалчивать. Да. Обиду замалчиваться. Можки еще скрывти на душе. Лучше высказать и помириться. Сразу же сильно высказать. Прямо все сразу. Всем учится вот это ходить. Недомолвочки какие-то. Да, я ищу тенек. Не, настроение как-то всегда, очень часто хорошее оно. Мы из той категории людей, у которых стакан наполовину полон. Даже если все не ахти, мы все равно ищем этот половину стаканом полного. Ой, а все-таки, даже если твоя жизнь полна жопе, все равно можно найти что-то хорошее. Посмотрим. Ой, спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо большое. То, что я уже прямо аж прямо покраснилась и застеснялась. Даже не знали, с какого гоя. Да убежали они. Мы сегодня утром пили кофе. Прибежали быстренько, поели овощи с лицом. И хочется кофе попить. Наверное, мы все-таки пойдем, но там что-то так много людей в этой кофейне. Но на жире не хочется пить, да? Вот так вот купить и идти плюс-плюс сорт. Ледяного кваса. Или воды меня. Ледяного кваса? А я хотела кипяченого кофе. Я вот кофе не хочу сейчас. Ладно, с утреца он как-то бодрость придает. То есть сейчас мы уже позавтракали, уже не хочется. А, у меня еще как-то спрашивала девочка, было ли у вас... Ну, тоже есть категория депрессивное настроение. Ну, дедушка-то, наверное, депрессивное настроение. Настоящая депрессия, это, наверное, разные две вещи. Ну, я таких воспоминаний не помню. У меня, может, еще мозг вычеркивает плохое из памяти. Ну, даже припомнить как бы особо нечего-то. То, что было депрессивное, как-то я в одном ролике там сопли лила. И то у меня было тогда, я простыла, и у меня температура была, помните? По предыдущей отношении я там немножко сопли полила, рассказала. Думаю, хотела этот ролик стереть, а потом думаю, да пускай все смотрят, что у меня раз на сто лет бывает плохой настроение. Ну, это ведь я тогда заболела. У нас, видишь, оно уже было хорошее. А у тебя так же? Да, и у тебя тоже почти хорошее настроение. Ну, когда человек заболеет, у него, наверное, у каждого будет плохое настроение. Ну, да, или там что-то переживаешь, там что-то за своих детей, за кого-нибудь переживаешь. Ну, тут опять все про марафон спрашивают. Опять можно ли не ходить 10 шагов. Мы уже говорили, что нельзя, надо ходить 10 шагов. Так, надо научиться не любить сладкое, мученое, жирное. И надо научиться не переедать. Надо правильно сформировать свои пищевые привычки, научиться грамотно маневрировать с питанием в ситуации, когда вы по каким-то причинам выбираетесь из привычного образа жизни. Так как это научиться? Мы вот тут и пытаемся на канале это все научиться. Научиться не любить сладкое, мучное, жирное. А там не написано как? Нет, только советуют, надо научиться. Ну, надо, да, мы для этого тут и танцуемся. А вот этот вот способ, как это научиться делать, не написано. Жалко. Как научиться не любить там что-нибудь? Что-нибудь, что больше всего любит человек, да? Девчата, мы уже два года... Ты туда... Да. Сегодня мне пришлось пообщаться с одним программистом, девочкой. Сам программист худенький. И он начал спрашивать меня, что мы начали по работе с ним общаться. Ну, да. И он говорит, а что у вас там за каналом? Мы говорим, мы там худеем. И вот этот худенький мальчик, мужчина, молодой, ну как молодой, лет 35, он начал мне советовать, как мне похудеть. Ну, вот хоть кто-то тебе совет дал. Толковый. Я что-то сомневаюсь. Он сказал мне, вам нужно есть гулы перед зеркалом. Во первую. Это он так делает, да, видимо? И он же худенький. То сразу же есть. Я его призравила, я просто его видела. Почему программисты? Где самые красивые программисты, мне вот интересно. Ты его сегодня видела? Я не буду, а то девочке нельзя же за человеком смеяться. Да он нормальный, он мне понравился. Да, так еще. Ладно, я просто не буду обсуждать. Второй он мне сказал, вам нужно ходить 3000 шагов в день. Я думаю, ну хорошо. Ну, меня же интересно, а он думал, он мне советы дает. Он говорит, вы начните хоть, начните хоть. Здравствуйте. Хочу с вами познакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Света Критина. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Я так рада. Как вас зовут? Я зовут Ольга. Ольга. Критина, иди сюда. Очень приятно. А вы из какого Гоя, да? Мы из города Тюмени. Тюмени? А вы надолго приехали? Видимо, наша подписчица. Да. Мы с семьей, да? Да, это мой муж, это моя дочка. И Лена. Вы когда уезжаете? Мы завтра уже на машине приехали, мы поедем в ночь. Девчонки, ну вот познакомились с нашей подписицей. Мы сейчас поболтаем маленько. Я так рада была вас увидеть. Девчата, у нас много девочек все время спрашивают, занимались ли мы когда-нибудь йогой, техникой про тренировку тазового дна. Потом еще такого же плана какой-то вакуум. Кто-нибудь из этого пробовала? Ой, я дыхательную гимнастику делала. Забыла, как она называется. Знаете, диафрагму зажимаешь и дышишь, и потом вот эти движения делать. А я как-то неделю назад попробовала вот это втягивать, вот этот живот. Оказалось так сложно. У меня так потом пресс напрягся и болел. Может быть, конечно, с большим животом можно так делать. Но я, правда, нечего с любым животом. Но я, честно говоря, ничего там не поняла, но тренировалась 10 минут. И я потом вечером мышцы чувствовала на животе, кстати. Ну, если честно, я смотрела много, много и Анну Куркурину, она про это говорила. И потом вот это вот, что тренер-то такого уже в возрасте, взвешенные люди рекламировали. Вот он говорил, что никакой живот не поможет убрать, никакая тренировка, только если вы не перестанете меньше есть. Да, конечно, вообще вес не уйдет, если не нормализовать питание. А то вот так раз, кусочек тортика вакуум буснул делать. Чем-то еще раз и опять вакуум. Конечно, только дефицит калорий и, конечно, все равно тренировка. Мышцы-то укреплять надо. Ну, я думаю, и пресс спокойненько все это подтянет. Пресс, плавание, танцы. Вот это большое животное все равно потихоньку уходит. Девчата, ну вы уже, мне уже многие написали, что когда в этом в аквапарке я танцевала Макарену с Машей, что у меня уже заметили, что талия прослеживается. Там, правда, девочка одна написала, да какая там талия на этом барабане? Я вас удалила. Много залайкали этот комментарий, очень много доброжелателей. А кто-то сказал, ты какая там талия удалила тот кусочек комментариев, а хорошую часть оставила. Но она же на 5 сантиметров все равно уменьшается, значит, жир живота потихоньку уходит из боков. Для меня это самое главное. Я потому что хочу, наконец-таки, самое безобразное в теле женщины, это когда нету талии. Вот я просто замечала, вот эти вот плюс-сайз модели-то. Вот есть прямо, вот прямо гигантского размера. Знаете, вот я забыла их, там американская модель. У нее прямо вес килограммов 150, но у нее есть талия. У нее хорошие такие ляшечки, ноги, икры прямо здоровенные. Но такая тонкая талия по сравнению с этим туловищем, и она выглядит уже секси-шмэкси. Конечно. Они еще потом иногда кассеты напяливают. Да, и она уже очень красиво смотрится. Потому что, как всегда, есть талия. Только талию украшают женщины. Но еще, конечно, некрасиво смотрится, когда вот такие большие щеки вот это висают, когда нет шеи. Вот только появляется уже шея и хоть какой-то силуэт талии, уже совсем другая история. Вот. Будем дальше делать талию. Я квас пошла куплю. Пить хочу. Мы как раз сели, вот, надо посмотреть, плюс 40. Прямо ни одного человека на такой лавке нету. Во-первых, лавочка запекается. Ой, я могу. Еще и сели под самую пехну. Самый в обеденный перерыв, тогда, когда на пляже люди уходят домой. Ой, я могу. Прямо мы любим, чтобы, знаете, чтобы веселее жилось. Что-то вообще прям парит. Знаете, вот эта неделя какая-то самая жаркая выдалась, да? Ну да. Все лето. Да. Ну, как эта неделя. Это уже вторая неделя пошла. Ну, вторая уже все. Да, с конца той недели это началось. И сейчас продолжать. Ты пить не будешь? Не, я не хочу пить. Сладкий квас. Я попью. А, Боя-Борис, можно садить? А, ты будешь сладкую воду? Ну да, тут квас, Боя-Борис, лимонад носить. Тебе напишем про сладкую воду. Пишите, я хочу пить. А то меня Аллочку купим. Надо с кваса пить, девчата. Квас запьем с меня Аллочкой. Еще лапосики есть там? Нет, у меня закончились вопросы за скрещоченные. Тогда просто поболтаем, девчата. Ну, тут опять написано, девочка, что грудь с четвертого размера уменьшилась до неполных второго размера. Да, мне за место Боя-Бориса классно били. Девочка похудела на 28 килограммов за 8 месяцев. На сколько? На 28 килограммов за 8 месяцев. И уменьшилась грудь на 2 размера с чем-то. Ну, сильно ушла грудь, похудела. Ну, тут девочки спрашивали, а форма груди сохранилась? А тут она ответила, если честно, то она и до похудения была далеко не идеальной формы. Трое детей. Ну, значит, самое главное тогда не грудь, а то, что у вас красивая фигура стала. Конечно. Если как бы... Грудь спасет без галца. Офиг. В крайнем случае можно сделать что-нибудь. Ой, да зачем делать? Без галца, а делать все. Я вот уже девочки, кстати, на эту тему думала. Думала, есть ли грудь. А муж, если тебя любит, он и тебя из грудью. И такой. Успусть по ней или полюбит. Мужики мне вообще их тема не интересует. Что они там думают? Вот честное слово. А тогда что париться? Почему-то из-за них. Грудь увидят только в лифчике все же видят. Без галца. Ну, там же видно вот так вот, когда все. Да ничего не видно. Я вот, я про свои мысли, что если у меня когда-нибудь она, знаете, вот как бы останется большой, но уже пустой внутри. Она как бы сильно будет повесить. Все задумывалось, сделать операцию или нет. А потом думала, ради красоты, там такая опасность. Без галца и пушапы, ничего нету, никаких палых сисяк. Блин, сейчас столько видов лифтиков, накладок всяких. Я тему не договорила. Про то, что стоит ли рисковать, там миск вот этих болезней груди увеличиваются в несколькие разы. Ну да. Что это, блин, умирать, ради того, чтобы систики были красивые. Ну, я не знаю. Как бы, если тут и так все не так уж идеально, значит, неужели... Ладно, если там фотомодель какая-то, не из него белья, а так... И сделать идеальную грудь... Нет, если бесконечно стремиться только к идеальной фигуре, и там, типа, портить только одна грудь, это тоже такое, под вопросом эта тема, да? Просто кто-то стремится бесконечно к идеальному внешнему виду. Девушки, это тоже, если покопаться, это тоже странно, это надо к психологу ходить. Ну да. Потому что идеальность людей не бывает, а человек зачем-то все переделывает, что-то в себе переделывает. Значит, он просто... Он принимает себя внешним видом, чем... Он лучше тогда над собой пооботать, внешность. От психологии. Ой, что-то мы тут до центра доперлись уже опять. Из парка до центра доперлись. А вы слышите тут идти сколько? И то мы круголяне ходили. За 10 минут мы уже здесь. Да, теньки, тенек искали. Что-то неисыпка мы его нашли. Конечно, в день все теньки засиженные. Там люди сидят в теньках. Сейчас все на морях. Ой, на море, на море, девчата. Там даже негде расстелить покрывало. Вот именно в августе в этом году очень много людей приехало. Мне все время говорят, Кристина, побольше вы с этой рекламируете, будет еще больше людей. А нам не жалко, пускай все приезжают. Мы только рады. Да, здесь очень... Мы когда-то приехали, как многие говорят, вы здесь не так уж классно, как вот вы так вот рекламируете. А для нас классно. Для нас рай. Мы когда-то, сто лет назад сюда переехали, потому что мы считали это классным городом. И у меня мнение не изменилось за столько лет. У тебя тоже? У меня все больше и больше я его люблю. Понимаешь, это самый любимый город на свете. Мы тоже. Ну и все, девочки, мы увидимся с вами завтра. У меня завтра в планах и завтра иду сто процентов на площадку. А, заниматься? Да, я буду серьезно заниматься спортом. Так. Тогда я завтра делаю разгрызочный день. Все, хорошо. Завтра расскажем, на чем мы будем уменьшать немножко лет. Я уже зарядку делать. Я уже не болею, уже все. И КДП, все. Потому что на той неделе вот эти вот аквапарки, все, что-то мороженое. Мы там что-то такое ели. Надо срочно еще хуже. Ну, мы в аквапарке классно, конечно. И мне прямо это, животик еще меньше. Я после аквапарка сходнула с Пудова. Понимаете, если не показали, ну, я почувствовала, что у меня сходнула. У нас уезжает на следующей неделе уже Маша. И мы хотели опять пойти в аквапарку. Ну, это они с семьей пойдут. Да, в субботу. У нас с Джедави Пан. Да. Так что, девчата, всем хорошего дня. А, она сейчас поджидавит опять. Спасибо. А мы увидимся завтра с вами в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok